Мир вам, дорогие братья и сестры, приветствую вас! Сегодня у нас конец февраля, 25 число февраля, беседа 166-я. Сегодня выходной день, день президента в Америке. Церковь абсолютно безлюдна. В свое время, 41 год назад, я попал в пределы Северного Кавказа. И в Предельбрусье я наблюдал картину, когда сходит лавина. И мне хотелось бы начать наше рассуждение с некоторой иллюстрацией. Мы сегодня на Деянии Святых Апостолов, на главе 27-й. Нам бы следовало двинуться дальше, но я хотел бы представиться. У микрофона Виктора Кравченко. Я бы хотел остановиться на одном стихе. На одном стихе, стих 2-й, 28-й главы, из отрывка, который начинается с 1-го стиха и до 10-го стиха. Здесь та замечательная, яркая картина, которая представляет нам чрезвычайную ситуацию с высадкой на берег спасающихся от кораблекрушения людей. И мы уже несколько раз читали этот отрывок, но появляются все новые и новые темы или темы для размышлений, или стихи, которые приводят нас к размышлениям, которые жизненно необходимы нам сегодня. И тема, которую бы я хотел обсудить с вами сегодня, кто удовлетворит мои нужды. Я еще думал говорить о проблемах, кто решит мои проблемы, или как я могу разрешить свои проблемы и так дальше. Но вот библейское слово «нужды» привлекло мое внимание. Да, наверное, привлечет и ваше. Я не зря упомянул о том событии на Северном Кавказе, когда на высоких горах скапливается огромное количество снега. И затем он в виде лавины спускается вниз. И вы находитесь внизу. И возникает такая картина, когда вы понимаете, что эта огромная масса снега движется прямо на вас. И вот-вот она просто покроет вас с головой. То же случается и с нашими жизненными обстоятельствами. Проблемы начинаются даже тогда, когда мы еще спим. И даже тревожные сны наши свидетельствуют о том, что у нас накопилось множество различных нужд и проблем, и вопросов, и неразрешенных различных обстоятельств, которые не дают нам спокойно жить. Это целая лавина, которая движется на нас. Человек буквально соткан из проблем. Соткан из нужд. Французский писатель Жан-Поль Сарт, он говорил, что на самом деле человек – это тревога. Вот эта тревога, она выражена в виде нужды. Эти нужды, они постоянно сопровождают нас от рождения до смерти. Нужда – это пожизненное понятие. Это такое всеобщее универсальное явление. Как только человек родился, он сразу же начинает нуждаться. Он не может прожить без посторонней помощи. Вначале нужды, они чисто физиологический характер имеют, но со временем они по мере осознания, когда человек осознает, когда самосознание приходит, что вот он личность, что вот он особый от людей, он начинает понимать свою значимость, он начинает понимать обстоятельства, свою ответственность. И появляются эти нужды не только в физиологической области, но также в сфере духа и в душевной области, поскольку наши потребности мы имеем от рождения. И их удовлетворением занимается как раз тот, который нас произвел на этот свет, а именно Господь. Если бы Господь захотел, люди жили бы вообще без проблем и нужд. Они бы ни в чем никогда не нуждались. Но Господь знает, что поскольку человек находится в теле, а человек – это существо сложное из духа, души и тела, то он, соответственно, занимается этими проблемами и нуждами. Он – главная личность, которая решает наши нужды и наши проблемы. Поэтому и написано. Ну, если перефразировать, то не берите так сильно в голову все то, что навалилось на вас. Но, по сути дела, написано так. Все заботы ваши, вот то, что нас гнетет, то, что не дает нам покоя, то, что постоянно внушает нам тревогу, все эти проблемы и нужды, и переживания – «возложите на него, ибо он печется о вас». То есть он думает о нас больше, чем мы сами о себе думаем. Он может разрешить гораздо больше в наших проблемах поставить правильные акценты и сделать правильные результаты из всего этого. Гораздо лучше он это сделает, чем мы сами, потому что он печется о нас. Существует расхожее мнение, что Господа интересует исключительно наша духовная жизнь. Свидетели Иеговы часто говорят, не беспокой Господа по пустякам, только по крупным вещам. Не нужно каждый раз обращаться к нему за каждыми мелодьями. Но Господь не приходит с большинством прихожан на служение ровно в 10 часов утра в воскресный день и не смотрит на часы, чтобы ровно в 12 часов, когда пробьют куранты вместе с прихожанами, не дай Бог нарушить вот эту заповедь о регламенте, он уходит аж до следующего воскресенья, потому что якобы это не его дело, нет. На самом деле должен вас разочаровать. Господу вообще нет дела до регламента. Дух Святой очень плохо себя чувствует, когда его ставят в регламент. Человеческий регламент, какие-то рамки наших планов церковных, духовных мероприятий в этом прокрустовом ложе Господу неудобно. Поэтому его интересует абсолютно всё. У него нет дела ни до дня недели, ни до времени суток, ни вообще до каких-либо ограничений. Он интересуется всей жизнью человека, заботясь о духе и душе, и теле. То есть, духовные проблемы нисколько не больше, и физические, материальные, душевные проблемы нисколько не меньше для Господа значат. Потому что он спас всего человека, и дух, и душа, и тело должны быть сохранены до дня пришествия целости. Об этом пишет апостол Павел, в 1-м послании к Фессалоникийцам, 5-я глава, 23-й стих. Поэтому, когда мы читаем вот эти рассказы, нужно всегда находить там себя. Это не дела минувших дней, предания старины глубокой, как пишут поэт Руслани и Людмиле. Нет, это совершенно свежая история. Билли Грэм говорил, что Библия, священное писание, даже если оно написано 2000, 3000 и 4000 лет назад, гораздо более свежая и современная, чем утренняя газета. Поэтому то, что происходило тогда, в Средиземном море, а это происходило примерно в 100 километрах южнее Сицилии, на этом острове, и примерно в 300 километрах от африканского континента, на юге. Это в заброшенной местности находилось. Тем не менее, это живо касается нас, как будто это сегодняшний день, и как будто это наша самая-самая главная проблема, которую нам нужно решать. И все эти события, которые Лука описывает в биографии апостола Павла, или в истории первохристианской церкви, они так или иначе касаются сегодняшнего дня, сегодня нас они касаются не меньше, потому что это помогает нам ориентироваться в нашей духовной жизни сегодня. Поэтому, как я уже сказал, нам бы уже следовало двигаться дальше по пути в Рим, но мы еще на некоторое время задержимся на этом острове. Дух Святой в авторстве Луки ставит такие полезные акценты. То, что необходимо не теоретически, не философски, не для доктрины, не для какой-то богословской дискуссии, а именно для нашей современной, постоянно касающейся нас, сегодняшней духовной жизни, уча нас тому, как надо себя вести в схожих обстоятельствах. В этом рассказе много таких уроков. В этом суть Писания, чтобы познакомить нас с благодатью Божией. Благодать Божия действовала во все времена. Это такая универсальная вещь, которая может вывести нас из любой ситуации, которая может проложить нам путь через непроходимые препятствия. И написано, что о благодати Божией апостол Павел пишет в послании к Титу. Это одно из самых красивых мест Нового Завета. Оно звучит, как песня, как стих, как стихотворение, как поэзия высокого уровня. В послании апостола Павла к Титу во второй главе стихи 11 и по 13 написано, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы отвергнули нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа». Ничем не песня. Именно в этом суть Писания. Научить нас, как через благодать Божию, ходить праведно перед Богом. Праведность – это не свод. Правил, которые написаны, их строго нужно соблюдать. Это нечто большее. Это такая манера жизни, которая позволяет нам ходить праведно перед Богом. Акцент ставится основной на переживании Павла в отношении христиан. То есть апостол Павел сильно переживал, очень сильно переживал, в каком состоянии находились христиане. И поэтому он хотел бы, чтобы они поправили свое состояние перед Богом. Он говорит, что вы, видимо, они были далеки, совершенно далеки и заняты теми и другими своими делами. Ну вот как сегодня. Сегодня, как я уже сказал, выходной день, день президента. Мы всегда пользовались такими днями, ну еще живя там в России, в Украине, когда это было 40 или 50 лет назад. Каждый такой праздник, выходной день, государственный праздник, был использован как лишний способ собраться вместе и провести богослужение. Ведь это выходной день, ведь люди могут себе позволить без ограничений находиться здесь и могут в поклонении Богу провести вот хорошо время. Ну что может быть лучше, когда нет работы, когда нет особых забот, когда можно позволить себе прийти и просто прославить Бога в неограниченных возможностях. Но сегодня только я и вот мой благословенный оператор Бен, мы сегодня в церкви. И еще человек, который наводит порядки в этой церкви, убирает здесь. Но по сути дела церковь создана для того, чтобы напоминать друг другу, сходясь вместе или, так сказать, имея возможности общения друг с другом. А одно из ценнейших качеств христиан это иметь общение друг с другом постоянно, как можно ближе, как можно чаще. Находиться в состоянии ожидания, Павел говорит. Там в оригинале используется слово как бы на цыпочках. То есть это состояние нетерпеливого ожидания скорого явления, прихода и явления Господа Иисуса Христа. Мне рассказывали свидетели, которые покидали мой злополучный город Малиуполь во время бомберок. Вы представляете себе, как им хотелось вырваться из этого ада, когда на вас просто огненным дождем постоянно падали бомбы и люди не могли, потому что город был блокирован. И они находились, когда будет этот конвой, когда наконец объявят эвакуацию, когда они смогут наконец вырваться из этого состояния. Мы находимся точно в таком блокированном грехами, дьяволом этом мире. И мы ожидаем скорого явления Христа, который придет нас и спасет из этой горящей смерти. В состоянии нетерпеливого ожидания скорого прихода явления Иисуса Христа. Писание говорит, что мы должны именно в таком состоянии находиться каждый день. Нам нет никакого оправдания, если мы разнежены. Мы в таком состоянии не попадем никуда в то место, в которое мы надеемся попасть благодаря тому, что мы однажды пришли, покаялись, приняли крещение и тем самым заключили с Богом контракт на иншуринс на вечную жизнь. Получили, так сказать, пожарную лестницу из ада и теперь мы можем в любой момент отсюда выйти. Нет, так не получится. Человек должен быть постоянно в ожидании, чтобы не пропустить момент прихода спасителя. Поэтому Писание, Евангелие, благовестие, повествование Нового Завета, оно написано именно в этом ключе. нас многому учит, но, к сожалению, большинство из нас так ничему и не учится. И причины здесь разные. Во-первых, нет времени. Это в том месте или в той стране, или в тех условиях, или в тех возможностях, которые у нас есть, чего никогда не было в Советском Союзе, где мы жили. Там не было ни машин, там не было ни таких возможностей прекрасных, как сегодня. И люди как-то все более-менее успевали. Здесь у нас нет времени, нет желания, тоже случается. Далее, невнимательность к наставлениям Духа Святого. Сколько это просто каждый день происходит. Мы пропускаем, пропускаем мимо ушей часто, очень часто, когда Бог к нам обращается. Потом равнодушие, мало ли еще что, что сбивает наш христианский фокус, наш такой пристальный взгляд с горизонта, мы постоянно должны смотреть туда на горизонт, откуда придет помощь наша, откуда мы ждем явления нашего Господа. Хочу пояснить, когда мы говорим, что мы должны ожидать прихода Христа, это не значит, что это пассивное ожидание. Это не значит, что мы просто должны сидеть, ничего не делать и ожидать. Так некоторые христиане и поступали, продавали свои дома, ничего не делали, ожидали со дня на день, потому что Павел сказал, что скоро Господь придет. Нет, это не пассивное ожидание. Христианское ожидание, оно имеет активную форму. Это значит, что мы должны делать все повседневные дела, делать это как можно лучше. Что-то обязательно нужно делать, не сидеть, сложа руки. Павел там же в послании к Титу во второй главе в 11 стихе и по 13 пишет, благодать Божия понуждает нас, во-первых, оставить нечесть. Это волевое действие, это очень серьезный импульс. Нам нужно оставить нечесть. И мирские похоти, это во-первых. Во-вторых, целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке, а это вся линейка жизни, это весь тот программный запас, который мы себе заготовили, то есть мы должны благочестиво жить в нынешнем веке. Что это означает? Ну, во-первых, нужно позаботиться о своей душе. Это главная тема книги Бытия, когда ангелы обращались к Лоту, они сказали спасай душу твою. Они не сказали тебе там 15 минут, как это некоторым давали перед войной на сборы, потому что сейчас придут войска. Нет, это просто моментально. То есть нужно позаботиться о своей душе, все бросать, все бросать, ради того, чтобы спасти свою душу. Именно отвернувшись от господствующего в мире растления похотью. что такое похоть? Ну, похоть, оно старое слово, но по сути дела, оно настолько близкое нам, что никто не избегает этого в своей жизни. Похоть, оно имеет духовное или греховное уравнение. Похоть равна плоть плюс грех. Другими словами, когда в плоть входит грех, появляется на свет похоть. Человек во плоти, но покуда нет греха, покуда он не пускает его в свое сердце, и похоти нет. Но когда только плоть соединяется с грехом, сразу же появляется похоть. Нужно стоять очень серьезно, чтобы она не нашла места в нашей жизни. Павел говорит, тело для Господа, а не для греха. Мы его часто используем, следуя вот этим греховным наклонностям. Далее благодать учит нас, написано, что благодать всему этому способствует, учит нас все это оставить, то есть нечестие и мирские похоти, которые понуждают нас, прежде всего, делать то, что мы делаем каждый день. Все из нас делают это каждый день, а это нужно оставить. Угождать себе. Угождать себе, то есть поставить преграду нашим мирским желаниям вставить себя во главу угла. Нужно расстаться с этим. Далее благодать Божия обращает наш взгляд на то, чтобы озаботиться нуждами наших ближних. Это еще более, я бы сказал, болезненная тема, потому что это приняло такой хронический характер. Я имею в виду то, что люди этого не делают. то есть это заболевание в хроническую стадию уже перешло. А какое тут целомудрие, если мы потакаем собственным похотем? Как мы можем жить в состоянии целомудрия, если мы потакаем каждому желанию, которое пришло в наше сердце? Все обстоятельства способствуют этому. И мы, и мы тоже себя доводим до состояния, когда подагаем всем своим желаниям. И на что похожа праведность и благочестие наше, если абсолютно, тотально, стопроцентно мы не интересуемся нуждами наших близней? Тут надо как бы опуститься в отношении благочестия, которое мы часто себе приписываем, эту характерную черту благочестия, что мы благочестивые люди, посмотрите на нас, как мы выглядим, мы благочестивые люди, особенно с 10 до 12 воскресенья. Ну, нужно спуститься из-под небесия, так сказать, от того, чтобы вот эти патетические восклицания во время утренней воскресной службы, вот эти эмоциональные слоганы, слава Богу, аллилуйя, аминь, особенно после очередного вокального выступления нужно опуститься, как мы говорим, на грешную землю, где нужно снять галстуки, вот такие благочестивые наши улыбки, засучить рукава, причем не заплату, а действительно, ну вот, отдать то, что есть, время, деньги, самому, самостоятельно пожертвовать всем просто сильно и очень отчаянно трудиться и заниматься тем, что не наесть самым богоугодным делом, богоугодным служением, заниматься удовлетворением многочисленных жизненно необходимых нужд людей, повторюсь, на что похожа праведность и благочестие, если мы этого не делаем, минимум на что нас хватает, так это на то, чтобы удовлетворить нужды наших близких родственников, живущих с нами под одной крышей, вот тут мы благочестивы, причем часто мы удовлетворяем нужды нашей многочисленной, нашей горячо любимой семьи, наших родственников ближайших, весьма оригинальным способом, а именно за счет нужд других людей, то есть мы, конечно, кто о своих, особенно домашних не печется, тот отрекся от веры, а какие же мы верующие без веры, давайте позаботимся о своих, за счет других людей, такое перераспределение материальных ценностей, внухе 1917 года, кто был ничем, тот станет всем за счет других писания говорит, что в нуждах святых принимайте участие, римлянам 12 глава 13 стих, в этом все наше богослужение, в нуждах святых принимайте участие, это главная, главная статья нашей церковной духовной программы, а святые это не только моя родня, речь идет именно о нуждающихся людям, поэтому в самом начале мы провозгласили вот такую тему, кто мне поможет справиться с моими нуждами, каким образом нам справиться с моими собственными нуждами, мы должны озаботиться о том, чтобы именно решать проблемы и нужды прежде всего своих других людей, особенно других людей, речь идет именно о нуждающихся людях, Христос их искал, апостолы их искали, они шли километры для того, чтобы найти немощных, больных, умирающих и умерших, для того, чтобы послужить в нужных людей, в медицине есть такое понятие special needs, когда вы имеете страховку Medicare Advantage, то у вас есть право на специальный поквартальный баланс в несколько сот долларов, которые вы можете потратить на специальные нужды, вот на эти special needs, государство дает вам возможность или та страховка дает вам возможность помогающим вам восстановить утраченное здоровье совершенно за их счет бесплатно, даже в мирском государстве это поняли, что нужды нуждающихся людей в помощи нужно удовлетворять, почему к нам это так трудно и тяжело доходит ведь это основное, что в христианстве чтобы я мог быть сторожем брату моему чтобы я позаботился о том, что болит у моего ближнего к сожалению это тяжело доходит в нашем рассказе эти варвары о чем я и упомянул в самом начале во втором стихе написано и на племеннике оказали нам немалое человеколюбие ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас но им же никто так сказать не задолжал их никто не понуждал это делать варвары это не ругательная кличка это все люди которые не говорили на греческом или латинском языках и на племеннике которые не являлись ни римлянами ни греками эти и на племеннике услышали на рассвете шум и голоса спасающихся людей не из их окружения чужеземцев учитывая вот эту холодную и дождливую погоду они развели написано огонь и обогрели вот этих людей которым они ничем не задолжали их то есть поступили по христианскому по писанию не будучи христианами не зная писания они поступили по христиански потому что в сердцах как Павел объясняет движение мысли в голове или в сердце человека он говорит что в сердцах был написан закон о чем свидетельствует совесть их и мысли то обвиняющие то оправдывающие одна другую так работает совесть и так работает Божий закон в сердце человека даже никогда не слышавшего описания сколько тысяч раз мы слышали заповеди Божьи почему это откликом не откликается в нашем сердце римлянам во второй главе 14-15 стих пишет что мысли Божьи записаны на сердцах людей и вы всегда прислуживаясь к этому будете правильно себя вести и делать правильный выбор как насчет нашего сердца где этот закон у нас куда он делся чьи нужды мы удовлетворяем хочу подчеркнуть это слово нужда нужда это то без чего человек обойтись не может если он решает эти проблемы сам хорошо если он решает их тяжело ну хорошо но хотя нужно ему помочь но если он не в состоянии решить этих проблем то ему нужно помочь по какому закону мы живем по закону плоти или по закону сердца это даже для язычников существует закон сердца потому что Бог озаботился чтобы никто не был обойден его пониманием добра и зла чтобы все знали волю Божию как нужно поступать особенно поступать христианам поэтому нам бы нужно прислушаться к собственному сердцу ну и конечно к священному писанию об этом многократно сказано то есть есть над чем подумать поэтому давайте размышлять над этим чтобы и человеколюбие немалое было в сердце и доброе отношение к ближним и особенно причина по какой все это делается а это делается ради Бога и из сердца которое в человеческой груди в христианском сердце всегда есть побуждение это сделать надо вот эти самые лучшие добрые чувства начать практиковать в нашей жизни и обратиться к Богу чтобы он освежил отношение к Богу и к ближнему это самое лучшее служение для Бога пусть Бог богословит нас встретимся через две недели аминь